Два предыдущих года прошли под эгидой русско-китайского туризма. За это время Китай стал третьей страной по посещаемости гражданами России. В этом году между двумя странами продолжается усиленное взаимодействие. Для обмена опытом в Читу прибыли первые лица крупных туристических фирм и представители правительства района Хайлар. Новый этап международного сотрудничества. Руководители туристических фирм Китая сегодня ведут переговоры со своими читинскими коллегами. В рамках встречи будут представлены ресурсы туризма внутренней Монголии. Хулун-Буир, возможно, станет новым центром для путешествий забайкальцев. На встрече собрались руководители 25 туристических фирм, 5 из которых китайские. Для читинцев они подготовили презентацию о туризме в городе Хайларе и регионе Хулун-Буир. Разговор о сотрудничестве не стал односторонним. Руководители из Китая рассказали, что наш регион за последние годы сильно преобразился, и многие китайцы приезжают к нам знакомиться с культурой для обмена опытом. Хайлар интересен забайкальцам, потому что находится довольно близко к вашему региону. В Хайларе много качественных вещей, а также лечебных и оздоровительных центров. Большой проблемой для наших туристов, выезжающих в Хайлар, является нерегулярность рейсов. Вылеты часто отменяются по погодным причинам. Тем не менее, сегодня Хулун-Буир и его столица считаются перспективным районом для туризма забайкальцев. Рейс Читах-Айлар существует уже 7 лет, а два года назад появилась новая услуга – возможность открыть визу прямо в аэропорту. Существенным плюсом можно назвать и сравнительно низкие цены на перелеты. Самый недорогой билет стоит около 600 юаней. Это примерно 4000 рублей. Марина Герасимова, Сергей Речков. Время новостей. Марина Герасимова, Сергей Речков.